Здравствуйте! Вас вновь приветствует рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня мы в гостях у Натальи Киберли, начальника отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки Республики Хакаси. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Уже не первый год мы слышим о профориентации школьников. Вообще, что это такое? Ну, данное направление работы, профессиональная ориентация на сегодняшний день очень актуальна. Она актуальна как для России в целом, так и для Республики Хакаси. И, в общем-то, эти вопросы обсуждались и на уровне президента Российской Федерации. Но важнейшая функция профессиональной ориентации, это, конечно же, формирование у молодежи, в том числе у школьников, готовности к осознанному и самостоятельному выбору профессионального пути. Но мы с вами прекрасно знаем, что если выбор молодого человека, выпускника школы не будет совпадать с потребностью рынка труда, то об удовлетворенности как личности, как школьника, так и рынка труда говорить не приходится. Поэтому профессиональная ориентация, кроме функции самоопределения школьников, решает еще очень важную задачу. Это обеспечение потребностей экономики, в том числе Республики Хакаси, теми кадрами, которые необходимы на сегодняшний момент. Ну а какие задачи стоят перед педагогами по профориентационной работе? Ну, вы знаете, если говорить о тех людях, которые заинтересованы в профессиональной ориентации, это не только педагогические работники, не только учителя школы. Это и профессиональные образовательные организации, это работодатели в первую очередь, и центры занятости. И на сегодняшний день у нас такая работа очень комплексно выполняется всеми субъектами профессиональной ориентации, если так можно выразиться, и решает задачи, такие как, например, выявление профессиональных намерений школьников. Это профессиональное информирование о состоянии рынка труда, о тех профессиях, которые на сегодняшний день наиболее востребованы. Это профессиональное самоопределение школьников и молодежи посредством изучения тех профессий, особенностей тех профессий, которые на сегодняшний день вообще существуют в мире, в том числе и востребованы на рынке труда Республики Хакасия. А как вообще происходит эта работа в школе? Это какие-то классные часы, это уроки или на уроках что-то какое-то время отводится? Здесь нужно говорить о том, что в школах на сегодняшний день разработаны и реализуются практически во всех школах. Республики Хакасия элективные курсы или курсы по выбору, как мы с вами говорили, которые знакомят наших школьников с тем спектром профессий, которые существуют, особенности профессий. И даже в рамках элективных курсов происходят диагностические какие-то исследования, профессиональные пробы могут быть. И, конечно, здесь курсы не замыкаются только на знаниях учителей, педагогических работников или психологов о специфике работы. Но здесь очень тесно используются возможности и специалистов центров занятости, приглашаются работодатели. Поэтому такой спектр очень широкий взаимодействия в рамках вот этих элективных курсов. В столице у нас работает и центр профориентационной подготовки. Когда он был создан и какие вообще у него сейчас функции? В городе Абакане на базе муниципальной образовательной организации «Межшкольный учебный комбинат» в 2011 году был создан центр, который называется «Центр профессионального самоопределения школьников». Изначально этот центр был создан на основе выигрыванного гранта работниками этого учреждения. И на сегодняшний день это структурное подразделение образовательной организации. И, конечно же, целью центра является создание и внедрение муниципальных образовательных организаций некой модели профессиональной ориентации школьников. Центр работает очень плодотворно. У центра заключил соглашение, договоры о сотрудничестве со многими работодателями, со многими образовательными организациями. Тесно сотрудничает и с нашими республиканскими профессиональными образователями организаций. Проводятся недели профессии. Они очень тесно участвуют вместе с детьми в конкурсах профессионального мастерства, которые проводят наши образовательные организации профессионального образования. И, конечно же, они работают очень тесно со всеми школами. Практически 100% учащихся в 8-9 классах проходят диагностику на профессиональную пригодность к той или иной профессии. Ну а работатели начинают с первого класса, с детьми, с нашими. Ни для кого не секрет, что на выбор профессии очень часто родители влияют. Это 50% что это выбирают родители, а не дети. На них можно воздействовать? С ними какая-то работа ведет? Конечно, только не воздействовать, а взаимодействовать, наверное, будет правильнее сказать. Мы с вами, взрослые, прекрасно понимаем, что да, действительно, такое влияние родители огромное, конечно, на детей оказывают. А здесь мы проступаем проще. Мы приглашаем родителей к нам в наши профессиональные образовательные организации. Для того, чтобы они могли убедиться, в каких условиях их дети будут учиться. Тем более, наши профессиональные образовательные организации тесно сотрудничают с работодателями. На такие встречи мы приглашаем представителей предприятий, организаций, любой сферы, в рамках которой осуществляется подготовка кадров. И я вам хочу сказать, что выбор родителей очень часто бывает в тех учреждениях, которые они посещают. Ежегодно Министерство образования опрос проводит о качестве предоставляемых образовательных услуг, в частности, в системе профессионального образования. И многие родители, практически 80-90%, говорят, что они удовлетворены выбором детей, удовлетворены той образовательной организацией, где они обучаются. И довольны. Ну, сейчас очень много говорится о том, что нам нужны специалисты рабочих профессий. Что делается сейчас в республике для популяризации этих профессий, людей труда? Люди труда всегда были в России, за главную букву писали, да, мастер своего дела, он всегда оценился. Будь то строитель, будь то техник какой-то, да, или электрик и так далее. На сегодняшний день я хочу сказать, что делается достаточно многое. Делается на уровне правительства республики Хакасия. Вы знаете, что глава республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин пристальное внимание оказывает системе профессионального образования. Престиж в профессии тогда достаточно высок, если трудоустройство практически 100%. То есть потребность ребенка и потребность рынка труда совпадают. То есть это наш идеал. И вот по тем профессиям, которые трудоустройство выпускников приближается к 80-90%, они наиболее востребованы. Это такие профессии у нас, как строительные профессии. Выпускники у нас по строительным профессиям трудоустраиваются практически 80-90% по полученной специальности. У нас единственное, если бы не армия еще, то мальчики бы все точно 100% у нас. Это автомеханики, это повара, это парикмахеры практически 100% трудоустраиваются. Это экономисты наши, экономика и бухгалтерский учет. Выпускники учреждений среднего профессионального образования практически востребованы 100%. И соответственно на эти профессии у нас очень много выпускников претендует, абитуриентов. Но вообще статистика ведется у нас, куда поступают ребята? Статистика ведется у нас, она ведется постоянно. Эта статистика нам необходима для того, чтобы определять контрольные цифры приема для наших образовательных организаций. И вот на протяжении последних пяти лет мы можем говорить о том, что динамика поступления выпускников 9-х классов и 11-х классов в учреждения среднего профессионального образования увеличивается. Если 5 лет назад в 10-й класс шло практически 70% выпускников 9-х классов, то на сегодняшний день это только 50%. Практически 46,5% идут в систему среднего профессионального образования, делают выбор профессии рабочих, специалистов среднего звена. И точно так же увеличивается количество выпускников 11-ти классников. В прошлом году у нас, например, 23 с лишним процента выпускников 11-х классов пошли в учреждения профессионального образования. Если сравнить с 2013 годом, то там порядка 19 только процентов, 75% пошло в высшие учебные заведения, в прошлом году 68%. Но разве это хорошо, что больше детей уходит у нас именно не на высшее образование? Это очень хорошо, потому что рынок труда Республики Хакасия испытывает потребность практически 80% именно в квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. У нас сварщики сейчас получают больше, чем учитель. Поэтому выбор, и, кстати сказать, на профессию сварщик, у нас, можно сказать, есть некий конкурс. Поэтому мы увеличиваем количество бюджетных мест по этим профессиям, ибо они востребованы не только рынком труда, но еще и выпускниками нашими. Ну и с другой стороны, никто же не мешает потом получать высшее образование? Конечно. Тем более, сегодняшний закон об образовании в Российской Федерации позволяет без сдачи единого государственного экзамена выпускникам учреждений среднего профессионального образования поступать в высшее учреждение на базе тех испытаний, которые устанавливает ВУЗ. Поэтому вот эту ступень ЕГЭ, они минуют. Ну все. Спасибо большое. До встречи.